Далее картографу Грину предстоят приключения в Индии. Это будет последняя картина в трилогии режиссёра Олега Степченко, который снял «Вия» и теперь «Дракона». Сотрудничество с китайской стороной сложилось как-то само собой и довольно неожиданно. Как утверждает режиссёр, запрос на съёмки в Китае был внимательно изучен китайской стороной и обернулся встречным предложением. В результате всё поровну. Расходы поровну, успех и слава поровну. Перед премьерой на сцену вышли 65 человек. Я не поленился, я посчитал. Обычно на сцену перед премьерой выходит небольшая часть группы. Это же сколько всего людей работало над картиной. Когда дали задание собрать титры, прошёл год. После вот года собирались только фамилии, кто участвовал в картине. Это тысячи, полторы, две? Несколько тысяч. Несколько тысяч? Две с чем-то. Ну, так и не посчитали. Фабрика? Фабрика. Огромная фабрика. Я посмотрел вашу картину, и у меня мгновенно выстрелился такой путь от Индианы Джонса через крадущегося тигра и пиратов Карибского моря к вашей тайне. Насколько верно будет утверждение о том, что такого рода фильмы – это суммарный опыт работы коллег по всему миру над такого рода картинами? Это да. Потому что мы все родом из детства, и нас что-то впечатляло когда-то, там, Индиана Джонс, там, Мумия или ещё что-то. Я вот смотрю по своему парню, ему там уже 12 лет, он так смотрит, как на ретро-фильмы, вот уже старые. Да. Он их уважает, он всё, но ему хочется что-то своё уже новое, новое поколение, хочет свои приключения. А вы считаете этот фильм детским? Да. Абсолютно. Я 6+, я его снимал, то есть можно было его снять как угодно, ну, вы сами понимаете, можно снять там, чтобы кровь летела в камеру, чтобы там кости ломались и так далее, чтобы убивали всех, чтобы, ну, переживания, ну, то есть взрослое кино, то можно, есть за что попереживать там, там, столько боёв. И, ну, мы сделали так, что, ну, у нас, ну, как положено, никто не умирает, везде хэппи-энд. Я хочу понять механизм производства таких картин. Вот моя версия. В любой точке планеты, ну, там, где есть определённые технические условия, собирается огромная гигантская группа профессионалов и в определённые сроки создаёт вот такую эффектную картину. Создаёт такую эффектную картину. Ну, как, например, там, не в обиду вам быть сказано, а как делается регулярно и успешно Макдональдс. Так, всё так или не так? Ну, всё не так. Когда мы приехали в Китай, на самом деле у них технологий ещё не было. Они только покупали, они смотрели на всё, как в первый раз. Вот четыре года назад, пока мы снимали этот фильм, они сняли тысячу фильмов. И тысячу фильмов по сто миллионов долларов приглашали американцев. У них такой бум был, там такие кассы, такие кто-то разрушался. Они вот прям, люди шьют пуховики и потом говорят, оба смотрят, там кино пошло вверх. Они говорят, так, закрываем. Они быстро закрывают и в этих же уносят столы и строят там павильоны. Прямо на наших глазах, как трансформер, развивалось кино. Шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук. Они покупают там, покупают там, оттуда берут, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, у них растёт всё. И когда, я говорю, мы закончили этот фильм, они уже такие, ну что, ребята, они уже Голливуд, уже перепрыгнули его и ушли дальше. Когда на первый план выходят эффектные приключения, на второй, если не на третий план, уходят тонкие черты характеров. Портреты такие плоские, плакатные. Вы не считаете это недостатком картины такого рода, такого кинематографа? Сейчас кино большое с характерами, ушло в сериалы. Всё равно можно высказаться. Работа вся сложная. Вот сыграть быстро характер и выразительно, чтобы он, ну как бы сказать, всё равно остался, это очень трудно. И я вот когда снимал, вот как, ну можете представить, да, у Джеки Чана прям один за другим фильмы идут. Он там снимается, там снимается, здесь снимается. Вот он прилетает, и он уже, ну, сам не понимает, где он находится, но в принципе, потому что... Для какой картины он сейчас будет работать? Для какой картины, да, будет работать. И они быстро находят своё состояние. Они прям... Он раз, зашёл, без всяких отвлечений, без ничего там. Это Арнольду так привез, сколько лет не виделись? Он такой, ну, 16. Он говорит, ну, наверное, да, всё, давай. В разные стороны сел, выбрал место, всё, он сидит, так что надо? Я говорю, вот надо так, так. Он такой, так, я, нет, 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 полегче. Хорошо, полегче, ещё легче. Всё, и так, тюк-тюк-тюк, я понял, окей, всё. Спасибо большое. Как ваш, Китайский, да, так делал, да? Так, так. Спасибо. Может, ещё что-нибудь? Нет, нет, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»